Всем привет! Я думаю никого не нужно убеждать, как важна статистика торговли при работе на финансовых рынках. Об этом уже не раз говорилось на страницах нашего блога, об этом постоянно говорят профессиональные трейдеры новичкам, да и вы сами наверняка успели уже в этом убедиться. Многие наверняка смотрели видео уроки Герчика, в котором он объяснял важность анализа торговой статистики на примере одного очень удобного сервиса WebMarketStat. О нем мы и поговорим в сегодняшнем видео. Итак, что же это за сервис? Этот сервис, как вы уже догадались, предназначен для детального анализа статистики торговли для трейдеров, торгующих вручную. Он изобилует различными фильтрами, статистическими данными, диаграммами, графиками, с которыми я вас сегодня и познакомлю. Этот сервис представляет из себя ресурс в сети, после регистрации на котором вы можете загрузить отчет терминала вашей ручной торговли и приступить к детальному анализу ваших ошибок. Регистрация в сервисе ничего сложного из себя не представляет. Она описана в статье ниже, поэтому в видео я ее рассматривать не буду. К тому же я уже зарегистрирован на этом сервисе. Расскажу лишь пару достаточно важных моментов при регистрации. Во-первых, что такое счет? Счет в данном сервисе это не что иное, как накапливаемая статистика в рамках одной биржи, одного брокера, одного депозита. Каждый созданный счет оплачивается в сервисе отдельно. Если вам необходим анализ нескольких счетов, каждый из них придется оплачивать отдельно. Сервис дает возможность одному пользователю иметь сколько угодно счетов. Но, как я уже говорил, каждый из них должен быть отдельно оплачен. Триал версии сервис не предлагает, но зато дает гарантию money back при обращении в течение 7 дней с момента оплаты. Итак, первое, что мы делаем после регистрации оплаты, загружаем торговый отчет нашей истории ручной торговли из терминала мета-трейдер-4. Открываем терминал мета-трейдер-4, убираем вся история и далее сохраняем как отчет. По умолчанию он открывается у нас в виде html файла. Мы открываем его с помощью Excel. И сохраняем как книга Excel 97-2003, то есть старый формат Excel. На этом наше приготовление готово. Для того, чтобы загрузить данные Forex-брокера в виде файла Excel, нам необходимо сначала проверить настройки. Биржа обязательно должна быть Forex. И наименование брокера должно стоять брокер мета-4. Далее нажимаем кнопку загрузить отчет. Итак, все наши сделки загружены. Появилась табличка со сделками. И некоторая статистика. Также открытые позиции, если они имеются в отчете. То есть, если все это появилось, значит все хорошо. Загрузка прошла успешно. И можно приступать к работе с сервисом. Перед тем, как приступать к анализу с помощью данного сервиса, необходимо проверить данные о вложенных средствах. То есть, в начальном депозите. Если в отчете у вас был захвачен этот период, когда вы пополняли депозит, то, скорее всего, вложенные средства уже будут учтены. Если же нет, вам придется перейти в меню работы с депозитом и вручную ввести дату, когда вы пополняли депозит. Например, 1 ноября. И на сколько вы пополняли депозит. Также вы можете вводить и отрицательные значения, если вы снимали средства с вашего депозита. Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению функционала сервиса. Для начала давайте рассмотрим панель управления счетами. Во-первых, название счета. Дата окончания подписки. «Продлить счет» позволяет оплатить баланс для продления счета на сервисе. «Сменить счет» позволяет выбрать какой-то другой счет, если у вас их несколько. Напомню, что каждый счет должен оплачиваться отдельно. «Создать счет» — создание нового счета. Тут все то же самое, что и при регистрации. «Редактировать» — это редактирование настроек счета. Немножко остановимся подробнее. Вы можете полностью изменить ваш счет, даже вплоть до того, что поменять биржу. Но при этом, естественно, все сделки, открытые позиции на текущем счете будут удалены, и вам придется загружать новый отчет. Отчет брокера — то же самое. Все сделки будут удалены. Имя счета можете менять свободно, сколько угодно. Это никакой роли не играет. Также можно изменить способ расчета комиссии. Я рекомендую оставить все как есть, брать комиссию из отчета. Далее — настройки отображения. Во-первых, есть возможность настроить некоторые столбцы в таблице сделок. Например, возможность показывать первоначальные стопы позиций, максимальную просадку и прибыль в сделке или отношение прибыли к риску. Тут же можно настроить методы входа в рынок и выхода из него, а также используемые стратегии. Например, вы на одном счете работаете по нескольким стратегиям, и каждый из них подразумевает несколько различных вариантов входов и выходов. Все эти моменты настраиваются, и впоследствии при анализе торговли можно оценить эффективность каждой стратегии, а также каждого способа входа и выхода из рынка. Показать счет. Здесь вы можете создать, удалить, изменить ссылку на просмотр вашего личного кабинета, для того, чтобы кидать эти ссылки в чат и хвастаться перед форумчанами. Теперь немного подробнее остановимся на таблице сделок. Нажав на чекбокс, вы можете редактировать, объединять сделки и совершать прочие операции. Что значит редактировать? Вы можете выбрать определенный метод входа, метод выхода и оценить качество сделки по какой-то своей определенной шкале. Сами колонки таблицы, я думаю, не составит труда расшифровать. Для дополнительной аналитики существуют таблицы, графики, диаграммы на вкладке статистика по стилю торговли, которую мы немного позже рассмотрим. Необходимость дополнительной аналитики настраивается в настройках отображения счета. Кроме того, как я уже говорил, здесь еще существует табличка «Открытые позиции». Можно добавлять сделки, редактировать, добавлять скриншоты к открываемым сделкам, удалять сделки открытые. То есть, в принципе, можно ввести некое подобие дневничка вручную, не загружая каждый раз отчет с новыми появившимися сделками на счете. Итак, какой же анализ нам предлагает сервис? Здесь вы можете настроить различные фильтры. Фильтры – это отличный инструмент для анализа вашей статистики счета. Фильтры накладываются на все данные и применяются ко всем таблицам и диаграммам. Таким образом, с помощью фильтров можно проанализировать любой аналитический разрез или даже несколько в рамках всей вашей торговли. Используя различные фильтры, можете выявить любые скрытые достоинства или недостатки вашей торговли. На самом деле, действительно, возможности анализа с помощью фильтров безграничны. Теперь разберем остальные возможности раздела «Сводная таблица» и «Диаграммы». Первое, что нам попадается на глаза – это сводные данные. Здесь содержится общая сводка различных статистических данных по счету, такие как доходность, количество прибыльных и убыточных сделок. В общем-то, по большому счету, все то, что выдает терминал MetaTrader 4 при сохранении подробного отчета о сделках. График доходов по дням, месяцам, неделям. Здесь вы можете увидеть диаграмму «График доходов». Каждый столбик этой диаграммы отражает совокупный результат всех сделок за период в абсолютном выражении, установленный кнопками в верхней части диаграммы по дням, по неделям, по месяцам, по годам. Следующий раздел – NetGross. График NetGross показывает результаты торговли нарастающим итогом. Net – это чистый результат без учета комиссии, а Gross – это результат с учетом комиссии. То есть, на этом графике вы можете изучить влияние размера комиссии на общий результат сделок. Точно такой же график доступен и для каждой сделки в отдельности. График зависимости результата от объема сделки. Каждая точка графика зависимости результата от объема показывает абсолютный результат, где по оси Х проторгованный объем за день, а по оси У, соответственно, результат этих сделок. Предполагается, что при достаточном наборе статистических данных могут образовываться определенные скопления точек, которые покажут оптимальный, эффективный, удобный объем торговли в день. График зависимости результата от количества сделок. Каждая точка графика показывает абсолютный результат в зависимости от количества сделок в день. График Open High Low Close Volume. Этот график показывает изменение результатов накопительным итогом, отраженное с помощью свечного графика. В данном случае Open это результат на начало дня, High лучший результат за день, Low худший результат за день и Close результат на конец дня. Volume в данном случае количество совершенных сделок. Анализируя этот график, можно увидеть, как вы отыгрываетесь или наоборот теряете накопленную прибыль внутри дня, сопоставляя эти данные, ситуации на рынке, своим внутренним состоянием и другой аналитикой, можно увидеть наглядные результаты вашей торговли. Рассмотреть более подробно в зависимости от результата от различных факторов. Нормальное распределение. Многие из вас знают, что такое математическое ожидание. Значение математического ожидания указывает нам, насколько прибыльна торговая стратегия, которая используется трейдером. В свою очередь, разброс распределения показывает, насколько высок риск в торговой стратегии. Даже при положительном математическом ожидании высокое значение стандартного отклонения от ожидания будет означать, что трейдер использует слишком высокие риски. Сводная таблица. В сводной таблице показаны общие результаты, сгруппированные по дням. В принципе, эта таблица дает общую картину о том, каким образом меняются результаты торговли на протяжении определенного отрезка времени. То есть, обратите внимание, что есть определенные периоды торговли, когда результаты достаточно плохие. также есть периоды, когда результаты хороши. Следующий раздел статистических данных это статистика по времени. Первое, что мы рассмотрим в зависимости от результата дня недели. Топ 10 дней недели. Здесь представлена диаграмма в порядке убывания по результату в зависимости от дня недели. То есть, в данной стратегии пятница, четверг лучшие дни для торговли. При этом понедельник, вторник, особенно вторник, худшие дни. Можно проанализировать столбиковую диаграмму с результатами по дням недели. В ней зеленым отображены положительные сделки, красным отрицательные. Все это соответственно разбито по дням недели. Также доступна круговая диаграмма с количеством сделок, с общим количеством сделок, разбитым по дням недели. Также доступен график динамики изменения результатов торговли по дням недели. То есть, этот график представляет из себя, что бы было, если бы мы торговали только в определенный день недели. соответственно, можно немножко побаловаться с этим графиком. Как мы выяснили, четверг и пятница лучшие дни для торговли по этой стратегии. Поэтому можно посмотреть, что бы было, если бы мы торговали только четверг и пятницу. Даже вот так, только пятницу, например. и соответственно, снизу показана сводная статистика общая по каждому дню недели в виде таблицы. Примерно такие же данные показаны для всех остальных разделов. В зависимости результата от диапазона времени входа. здесь диапазоны времени входа разделяет торговый день на несколько логических периодов. Например, для Форекс это сессии разных стран. Азиатская, европейская, американская. Все это можно проанализировать абсолютно так же, как и предыдущий рассмотренный пример. Все диаграммы абсолютно такие же. Также вот можно здесь отключать определенные периоды торговли и принимать решение стоит ли торговать в определенный период времени или подождать. Следующий раздел зависимость результата дня недели и диапазон времени. Общие результаты за все время сгруппированы по дням недели и диапазон времени входа. Это общая диаграмма включающая в себя и дни недели и время входа. Следующий раздел зависимость результата от времени входа. Тут уже время входа разбито по конкретным часам. И последний раздел зависимость результата сделки от ее длительности. В принципе сами диаграммы те же самые. Цель этого раздела определить эффективное время удержания сделки. Время удержания сделки показано в минутах. Теперь переходим к следующему разделу сводные результаты по инструменту. все эти диаграммы нам уже в принципе знакомы. Единственное различие результаты даются по каждому конкретному инструменту которым торгует трейдер. Из всех этих диаграмм видно какие валютные пары наиболее эффективны в торговле у конкретного трейдера. А какие по каким парам лучше не открывать позиции. Следующий раздел статистика по стилю торговли. Так если мы заполнили для каждой сделки типы входов выходов используемых стратегий оценки то в этом разделе эту статистику можно проанализировать. В зависимости результата от способа входа в позицию если бы у нас у меня было бы заполнено мы бы видели какие входы наиболее эффективны каким образом лучше не входить. То же самое для способов выхода для оценки и также доступен анализ по направлению сделки. Вот в данном случае в этой стратегии почему-то эффективнее было бы торговать только в продаже при этом при этом не лезть в покупки. Такой вот интересный результат. Также я хочу показать вам пример использования различных фильтров для торговой стратегии. Во-первых, давайте выберем лучшие валютные пары. Они подсвечены красным зеленым цветом. Чем более зелеными они выглядят, тем результаты лучше. Красным цветом подсвечены валютные пары, результаты по которым отрицательны. Вот сейчас такие валютные пары мы уберем из нашего списка. Применяем фильтры и смотрим на нашу статистику. Стало намного веселее. то есть общая доходность у нас теперь плюс 22%. Прибыльных сделок стало 63%. И вся прочая статистика стала гораздо приятнее. Всего лишь достаточно было исключить определенные валютные пары из рассмотрения. Немножко поиграться со статистикой. Итак 27% прибыли за считай 2 месяца торговли. И последний раздел это управление капиталом. По мне этот раздел организован достаточно неудобно потому что нету возможности выбрать все пары вместе. приходится исследовать каждую пару в отдельности. И соответственно это занимает много времени и не дает общей целостной картины о результате применения того или иного способа управления капиталом на счете. Вообще всего доступны 5 вариантов. Это оптимальная доля по Ralf Wins мартингейл то есть когда при убыточной сделке следующая сделка открывается с увеличенным лотом. Анти мартингейл когда при убыточной сделке лот следующей сделки уменьшается. Фиксированный процент то самое что применяет большая часть трейдеров из-за простоты расчета. и фиксированная пропорция то есть определенное количество денег единиц валюты на минимальный лот. Как я уже говорил организованно это очень неудобно проанализировать полностью весь счет возможности нет и приходится анализировать каждую валюту в отдельности. В целом WebMarketStat довольно интересный несомненно полезный сервис который безусловно поможет трейдерам торгующим вручную улучшить свои торговые стратегии. Этот сервис содержит достаточно много различных статистических данных недоступных в бесплатных аналогах. Несмотря на некоторые явные недостатки сервиса такие как не самый удобный способ загрузки торговой статистики на сайт определенные ограничения в анализе методов управления торговым капиталом и влияния различных методов на результаты торговли все же плюсы использования данного сервиса явно перевешивают. На этом все всем пока с вами был Дмитрий видео записано специально для сайта tradelikepro.ru Дмитрий